добрый день друзья сегодня мы будем рисовать набором скетчмаркер промышленный дизайн вот он вот выкраска кладем ее рядышком как подсказку здесь 35 цветов плюс блендер а будем рисовать пряничный домик я уже набросал его карандашом фишка в том что здесь никакого конкретного референса нет то есть очень много разных пряничных домиков есть в интернете есть в инстаграме если посмотреть но я сделала такую компоновку из многих разных домиков поэтому оставила здесь пока карандашный рисунок чтобы вы видели да как нарисовано то есть принципе и взяла домик чтобы было его проще нарисоваться не под углом а с фасада то есть принципе такой достаточно простой рисунок по построению то есть вот у нас один такой домик как бы крылечко елочка впереди видите я тут пока ничего не стирала подставочка на где это все стоит эти кругленькие это будет у нас конфетки лежать на крыше и украшать снеговичок подарки но такой достаточно просто рисунок давайте приступим возьмем линеры и его быстренько подведем все карандашик надо убирали что мы имеем мы имеем пряночный домик новогодний и приступим к тому чтобы сделать его красивым объемным и привлекательным сам я думаю для теста это самого домика нам подойдет по 44 и мы покроем большую часть нашего домика потом я предлагаю начать с объемных наших палочек для этого нам понадобится r52 потом я думаю о 22 и r100 продолжаем мы берем самый светлый контур вот я покажу сначала на одной но принципе я думаю все это умею делать достаточно простой такой элемент да нам надо чтобы как-то эта часть ушла в объем а Вот, и чтобы у нас эту часть выделить, мы берем С6 и СЖ4, замечаем, да, здесь вот такой переходик, чуть-чуть размываем, и берем еще лучше вот белую гелевую ручку, чуть усиливаем блик, да, и можно сразу от окошечка бросить небольшую теневку, возьмем для этого B94, бросим здесь, такую маленькую пока, маленькую еду заметную теневку, вот, остальное сейчас я делаю быстро, все вот эти вот арочки. 0,53. берем 0,50, и делаем сочку и подразмываем, чтобы у нас получилось, что у нас это вот, чуть подразмыли, можно еще чуть-чуть свести акцент, и можно даже сделать такую здесь полоску, чтобы у нас вошел впечатление, что это вот у нас такие объемные штучки. А здесь вот внимание, здесь у нас часть будет почти вся теневая, но здесь вот такая финичка, сейчас хочу сделать ёлочку елочку я беру уже 71 помню да что у нас получается правая сторона немножко теневая и берем еще вот это у нас шарики сделаем красными оттеней взять с же 22 теперь когда у нас есть ломинирующая елочка вот цвет у нас будет снеговик клуб и самое главное что у нас уже здесь не хватает это тенюшек теперь я думаю нам надо понять какой цвет у нас будут эти леденцы я думаю что они должны поддерживать елочку у нас в наборе много зелененьких оттенков мы сделаем их вот вот этими двумя оттенками и немножечко тени вот это а конфетки красненькие а конфетки у нас будет зелененькие а а у меня был вот каким-то все таки таким немножко сказочным у меня референсы нет я рисую из головы потому что уже этих домиков я нарисовала достаточно много могу уже пытаться придумать что-то свое да у нас отсюда идет тень конфеток тоже будет небольшая тень здесь будет тень да вот напоминаю я рисую этим цветом снег вот это вот для домика то есть вот вот и вот он достаточно сильно такую коричневую тень сначала пустим да кстати вот у меня три цвета чтобы нарисовать в коричневый золотой шарик я буду золотые синие шарики золотые золотые синий синий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю для красоты нам нужно сделать платформу более темной. Вот я бы сказала, наверное даже мы платформу сделаем оранжевую. Да, чтобы у нас все заиграло, мы делаем. Вот что мы сделали. И мы почти все цвета использовали в наборе. Ну можно еще что. Можно конечно еще подыграться тут. Где-то что-то подкрою. Подделать, но в принципе смотрим, проверяем. Вот такой пряничный домик у нас получился. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok